Всем привет, дамы и господа, с вами Леор, и мы играем в ЛТД. Кто у нас есть? Мы, кстати, можем пойти в мид. Мы можем пойти в мид. Ты чё, в мид пошёл, чувак? Уходи. Куда? Окей. Окей. Уходи, Винг. И что ты построишь? Я не знаю. Ты построишь этих? Техников? Чувак, ты серьёзно? Да ты псих. Панд, строй. Лучше панд строй. Лучше бы панд строил. Лучше бы ты строил панд, чувак. Лучше бы ты строил панд. А, похер на него. Он всё равно не вкурит значение слова панда. Понимаете, тут некоторые игроки просто недооценивают. Просто недооценивают некоторых существ. Вот Гарпия. У неё есть яд. Она может замедлять. Но они её не строят. Они даже не знают, что она может замедлять. Скелетов тоже вообще никто не строит. Хотя их можно улучшить в классного такого юнита. Просто их недооценивают. Вот, понимаете, некоторые игроки играют так. Видят, допустим, тролль с аурой. Надо сразу же построить. Сразу же тролль с аурой. Вот, допустим, этих драконов тоже кто редко строит. Он мог бы построить, по идее, кучу гарпий. Точно так же построить кучу гарпий. Если бы стоял не на меду, а здесь. Эффект был бы такой же. Гарпии бы тоже хорошо работали. Ну, конечно, если бы у них был танкующий юнит, типа панды. И хочу я вам заявить, что панды, ну, то есть улучшенные эти волки, они справляются с медом намного лучше, чем вот эти вот гномы-инженеры. Да, это правда. Потому что они сразу же по 100 дамага наносят. А сколько у крабов? 34 дамага. Оп-ля. И всё готово. Удивительно, правда? Удивительно. Вообще ничего. Так, кто у тебя? Грязли, инфантрии. Ты протечёшь, чувак. Потому что ты поставил... Эм... Медведя слева, а тебя обойдут справа. Тебя просто справа обойдут, если ты, допустим, этого инфантрии не улучшишь до... до пиро, до огнемётчика. Если ты этого не сделаешь, то тебя обойдут справа и убьют всех твоих. Слабых юнитов. Я надеюсь, он поставит здесь вот, допустим, где-нибудь ещё одного медведя, либо этого белого медведя. Как-нибудь так. Нахрена? Третий левел. Ты шо творишь? Кинем либо виверну, либо орка. Сейчас посмотрим, кто выпадет. Если сможем орка кинуть, кинем орка. Да, мы орка кинем. Моя жизнь принадлежит орке. Мы кинем орка. Ну и, в принципе, всё. Эти двое кинуть ничего не могут. А, нет, он тоже кинул, да. Он тоже кинул. Шлился его динозаврик. Динозаврик никакой пользы не принёс. И это очень печально. Динозаврик ушёл в никуда. Хорошо, что он построил пандалена. Строй кучу пандаленов. Целую стену пандаленов. И они будут тащить. Надеюсь, ты умеешь играть, чувак. Строй целую кучу пандаленов. Кстати, на моём канале, в плейлисте Варкрафта, есть ролик, где я строил пандаленов. Вот так вот целым строем. А за ними Войт Киперов. Не помню, называются они Войт Киперами или кем-то там ещё. Ещё Херми-то кинем. Ну, такие, короче, духи, которые по трём целям сразу стреляют с помощью магии. Так вот. И с помощью этого до 20 уровня я держался. То есть, если вам выпали, допустим, эти Волки-пандалены, а тут Войт Киперы, стройте их вот так вот в два ряда. Это самая идеальная тактика. Конечно, это не так, поскольку боссам они сильно проигрывают. Да-да-да, Орк. Всё сломал. Потому что надо кучу пандаленов. Тебе нужен танкующий юнит. Тебе нужен танкующий юнит. Тебе нужен танкующий юнит. И не будет Орк бить их. Построй кого-нибудь. Медведь. Медведя строй. Или... Да. Ой, вернее, у меня медведь. Я сюда посмотрел. Почему-то случайно на свой пик посмотрел, а не на его. Куча пандаленов. Всё зашибить. Мы так жёстко всасываем, пропускаем пока что. У меня 6-1. Хотя может быть намного больше. Трэм-пэм-пэм. Волки. Блин. Ну ладно, придётся сделать ещё одного виспа. Хотя я думал, что может хватить на ещё одно улучшение. Два улучшения. То есть 6-2 лучше, чем 7-1. Если логически подумать. Кто там? Видел кто? Нет. Мы не смотрели. Тут у него Фрост Волк. Фрост Волк довольно неплохой юнит. Чё он творит? Нахрена он Магнотавра поставил здесь? О боже. Он что, сам не понимает? Он ведь Магнотавра мог поставить с этой стороны. Ну вот смотрите. Даже на примере со стреляющими. Они, видите, доходят до сюда. И атакуют этого, да? А с рукопашниками как будет? Сеп, Сеп. Кто? Эээ, зелёный. Не знаю, зачем они хотят кикнуть зелёного. Вернее, зачем мы будем кикать зелёного? Вроде бы он неплохо так старается. Вот, рукопашники бы сразу подошли к этим инфантре и убили бы их. Рыжий, ну ты чё? Why up? Why up? Ой, чувак. Ты в миду стоять не умеешь. Какой мид нафиг? Ты не умеешь стоять в миду. Лучше бы я стал либо ей, либо через вурдалаков. Да, кстати, на миду тоже можно стоять через вурдалаков. Но вы когда-нибудь на миду через вурдалаков стояли? Если вы скажете, что это невозможно, я скажу, что это можно. Они всё-таки хп-то себе это добывают, скажем так. Правда, они проигрывают стреляющим волнам. Они могут пропустить парочку стреляющих волн, но такие вот волны, как эти зомби, клок-враки они с лёгкостью разносят. А вот сирены, саламандры разносят этих вурдалаков. Как это делается? Это несколько рядов вурдалаков, позади которых ты, допустим, дамагеров ставишь. Дамагеры, типа, ну, тролля дамагером не назовёшь, это ауры. Ну, тех же зевсов. Конечно, из вурдалаков плохие танки, но они просто сами быстро бьют. тем более стак нам. Что даёт этот стак? Нафига вообще стакать-то? Вот, объясни. Ты получаешь кайф от стака? Или что? Ты хотя бы... А что даёт этот стак? Что даёт стак? Нет, ну, действительно, что даёт стак? Вот, мы стакаем атакующих юнитов. Что-то меняется? Да? Что-то меняется? Нет? Конечно, ничего не меняется. Или что происходит-то? Ничего не происходит. Это бесполезно, что ты стакаешь, что не стакаешь. Разницы совершенно никакой. Ладно, если бы это как-то влияло или увеличило скорость атаки, но тут вообще никакой разницы нет. Тут действительно нет никакой разницы. Что стакаешь, что не стакаешь. Надо будет построить медведя. Вот эту одну бабу построить. И сделать репик. Делай ряд пандаленов, чувак. Целый ряд пандаленов тебе надо. И тогда ты будешь тащить. Господи, он сделал Зевса именно с этой стороны. Не с этой, а вот здесь. Что-то не так. Что-то не так. с... Какой ап? Апкинг? Ты идиот? Да, он идиот. Ладно, не будем писать, вдруг он обидится. You send 8 and lose game 10. Шутник. Зеленым что-то не так. Зеленый у нас чем-то болен. Блин. Идиотерпача не играй. Ну вот, так вот уже лучше. Хоба, сразу же АПМ. Он сделал дракона. Дракон тут никак не спасет, никак ему не поможет. Сейчас идут сатиры против сатиров. Хорош. А у Еда Маг вместо дракона он мог бы построить еще парочку пандаренов, а он нахрен тебе... Зачем тебе инженеры? Зачем инженеры? Пандаренов строй. Пан... Да, Пандаренов лучше строй, а не инженеров. Пандаренов лучше строй, а не инженеров, да. Ты же все равно их всех не апнешь. Что на седьмой? Что? Господи, чувак. А ты чем собрался танковать? Объясни. Тремя пандаренами, которых сейчас разнесут. я не знаю. Ну, его, в принципе, убили, да. Да, его, в принципе, убили. Сейчас тут их убьют. Да, если честно, если бы он построил этих... если бы он и пандаренов построил, он бы и так сдох. Кидаем, баллисты. Да, 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 я помню. Да мы не бойся, отобьем. У нас горелка. Нам надо просто ап хп. Ап хп. Ап хп. А нам снести могут просто. Вот так точно не снесут. Так-то точно не снесут. Ща еще накинем, не бойтесь. Ща и командора кинем. По идее... По идее, можно и фурболга, и еще виверну. Давайте-ка лучше еще виверну. Ты что строишь? Почему дисципал тут? Почему гарпия? Ну ладно, конечно хорошо, что кто-то додумался построить гарпию, но... Дисципал в переднем льду. Это странно. Крайне странно, что дисципал в переднем льду. Еще орка. Еще этого милития. Сейчас надо дерево еще копить. Наконец-то он понял, что надо еще одного медведя здесь поставить. То это странно все смотрелось. все смотрелось. Это очень странно. И... И сейчас сапаем дерево. Вот скажите, что работает лучше? Куча инженеров или моя тактика с пандаленами? Ну, сами подумайте, пандалены кучу дамага наносят одним своим спылом. Что делают инженеры? Инженеры ни хрена не делают. Зато у него есть этот дракон. зато у него есть дракон. Спасибо за стак. Стак бы ничего не дал. Он ничего не дает, чувак. Он ничего не дает. что? Вот что? А что делается так? Ну, объясни. Ага. Но три чела можно больше убить. Он тебе скорость атаки прибавляет, да? Он тебе скорость атаки прибавляет? Тут прямо написано. Он прибавляет скорость атаки. И знаете, вот так вот апаешь, да? Апаешь какого-нибудь юнита. Вот смотрите, хоба. Тут сразу написано, что скорость атаки очень высокая. Вот это вот, короче, антистак. Так вот антистак работает. Я готов. Если кто-то не знал, то вот так работает антистак. Ты апаешь апаешь юнитов за счет этой способности. Дракона в первый ряд. Вместо панд я говорю, есть такие люди, вот типа него, которые видят дракона. Надо сразу же делать. Видят инженеров, надо сразу же делать. Они просто привыкли играть по однотипным тактикам. Они смотрят на других игроков, которые играют по этим тактикам. И сразу же у них, как это сказать, панический взгляд. Увидели, надо строить. Эту картинку увидели, надо построить. Нет, чтобы взять, допустим, кого, ну, кто у него есть. Ну, вот эти же пандалены, как я и говорю. сделать их много и считать из каждого пандалена по 100 дамага. Это много. Ну, сейчас-то он зачем стакает? Он, по идее, этих зомбаков и так должен убить. Я готов. Обзыв сфакин кинг. Ну, какой король? Ну, что ты? Ну, сейчас-то зачем? Потом, потом его прапаем. Сейчас просто мелочь накидываем. С кем я играю, ребята? Вот говорю, у него нет танкующего юнита, они подходят и бьют сразу тролль чемпиона. Была бы куча пандаленов, они бы не били этих юнитов. О, да, давайте стакать. Что ж, поможем ему, посмотрим. О, да, на трех юнитов больше. Сейчас, давайте постакаем и посмотрим. Он уже там атаку апает. о да, действительно. О, да. Действительно. На трех больше. Офигеть. Чувак, а зачем ты? Вернее, а почему ты тут допустим, не апнул? Ну, похер, играй. Вот, знаете, он очень странно играет. Я понимаю, что он, я понимаю, почему он поставил медузу, это против босса. Но я не понимаю, почему он сделал столько инженеров. Их можно было трех-четырех сделать, нафига ему еще эти. Лучше бы он сделал пандаленов. Но он бы тогда боссов не отбил. А он и сейчас их не отобьет. Он и сейчас боссов не отобьет. Сейчас апаем. Он и сейчас боссов не отобьет. Ну вот, смотрите, с каждого пандалена по... Он вроде бы по сто дамага наносит. Хотя нет, он отбивает. Это радует. Отбивает же или нет? Стак. Я не знаю, что делает стак, но давайте его сделаем. Нет, я знаю, что делает стак, но... Но скорость атаки он не увеличивает. А вот сейчас он на три больше не убил. Да, забавно. Как же это забавно. Извиняюсь, я немного отвлекся. Я просто посмотрел на часы сколько время. Так, у них прошло две, у нас... У нас, скорее всего, никто не прошел, поскольку сейчас мы убьем и того и этого босса за счет зевсов. За счет зевса. Надо было мне на беду стоять. У меня алхимики хотя бы есть. И это бабеха. Ну, в худшем случае у меня есть гнолы, которые на беду совершенно бесполезны. Три медведя. Двенадцать. Ты серьезно? Ап, чувак. Может, ап? Может, лучше ап? А то нам просто апать-то некогда будет. Что у них? У них тоже инженеры и зевсы. Красно. Кстати, мы тут проиграем. Хотя. Хотя нет, мы тут выигрываем. Четырнадцать ап-двадцать. Мы тут выигрываем. Прекрасно. Значит, я еще раз могу улучшить. И у меня будет семь. Семь у них, смотрите, семь шесть, семь шесть, семь два. Нет, я пока что не могу. Надо подождать. Давай апаем. Гоу кик, не ап. Апать надо, чувак. Так, Гоу кик. Тебя надо кикнуть. Тебя апнуть надо, да, надо желтого, оранжевого, короче, апнуть, чтобы нормально играл. Нуб. Ой. Что ты собираешься кидать? На семнадцатый кидать. Кидать будем. Семнадцатый кидать будем. Там кросс. На мутантах. Зато у нас мид течет. Зато у нас мид никакой. зато у нас мид никакой. Зато наш мид играть не умеет. Зато у нас мид нуб. Зато наш мид нубас. Да. Там кросс на мутантах. Ну так по идее и у него есть мутанты, да? Но он только играть не умеет. О, он кинул баллисту. Look again. Апаем короля. Апаем короля. Бенчик РФ РФЛ Я ХЗ кто он такой. Ё-моё. Ща наш мид короче протечет к локврекам. Мутанты протекают к локврекам без регистрации и смс. Мутанты, которые должны тащить к локврекам протекли к локврекам. Это пипец. Ты даже на одиннадцатый течёшь. Ты даже на одиннадцатый течёшь. Как так? Как так? Как так? Ну серьёзно? Как так? Ну бас. Что с тобой не так? Да, делаю игру после двадцати. Мне надо уже кого-то строить, чтобы он не тёк. Надо медведя делать. В принципе без разницы где я построю медведя. Что тут, что там. Вообще пофиг где я построю медведя. Сейчас. Ну ладно, сейчас я не успел допустим его построить. Не успел я построить мишку. Ну зато может на неё накоплю. Мм стак. и они все линулись сюда. Кипец. Классно. Найс. мне кажется он совсем не это хотел. Почему люди меня не слушают? Почему я говорю делайте пандаринов? Ну допустим даю совет как правильно играть. Не играют по-своему и псирают. братья моих чё непонятного-то? Зато есть два дракона. Сто у него два дракона. Да 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 лик again воу 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 эм что? Мишку тоже ставить сказать что АГ стоит что? не знаю что он делает или он говорит нафига ставить медведя он имеет ввиду моего он опять кидает он говорит сохрани короче до 17 дерева так делаем бабёху делаем бабёху сейчас будет всё ужасно он делает чисто морту назад нет не назад ну да назад почему назад потому что она слабая у неё пока что 1350 тем более у драконов есть временной щит ну как бы мана да потом она убегает дай сюда мишку эм сюда я не смогу его построить пока что потом построю да и какая разница они это атаковать начнут они всё равно сюда прибегут аморту я построил назад специально чтоб не сразу её убили блин чё он ноет мы ведь проигрываем из-за него а он ещё и обзывается мы проигрываем из-за него а он ещё и обзывается ну как так какой грубиян я поставил морту чтобы её не сразу убили у неё у них видите магическая атака а морта сразу бы сдохла если бы learn to play please и каждый левел кидает лучший игрок зато он попадёт на ютуб и все узнают какой он нубас я конечно не говорю что я хороший игрок но но он-то вообще нубас ещё и обзывается ещё и грубит что ж говорит дай сюда мишку окей куда медведи то я могу сюда его поставить сюда ставим потому что если я поставлю его сюда они могут туда убежать они могут убежать сюда кстати если он аг не продаст понимаете что будет да медведь уйдёт наверх вот что будет фигово это очень фигово рубрика дебилы в команде миссия он сделал трёх драконов но блин у него нет юнита который танкует он мог сделать просто вот этих вот ну хоть в худшем случае крабов или вурдалаков но он сделал драконов и трёх пандаренов он мог а ведь он в лучшем случае мог кучу пандаренов понаставить ну почему он так делает он такой он такой ебобо как так и чё-то медведь нифига не помог вообще он ещё и кидает ящериц у него кстати 7-3 всего лишь печально осознавать то что он проигрывает потому что я на его линии стою поэтому и печально не тащат инженеры да не тащат совсем не тащат надо бы её улучшить конечно уже 15-я волна надо вообще репик репикнуть сделать и у нас хотя бы вертолёт хотя бы вертолёт хотя бы что-то хорошее хотя бы что-то хорошее хотя бы так он ещё и тролля делает он ещё и тролля ставит пацан ты попадёшь на ютуб рассказывай рыжий ты попадёшь на ютуб хочешь я тебя порадую рыжий я это в конце напишу на 16-й волне рыжий я тебя порадую ты попадёшь на ютуб потом ему отправим вот сюда где ты бенчик сэр вы попадёте на ютуб ну вот тут хотя бы что-то получается ваш фейл попадёт на ютуб да не я не буду ему писать хотя какой смысл я ж действительно мы тащим за счёт чего мы тащим за счёт того что у нас вертолёт you send and wet ладно если он ещё раз кинет а он кинул всё-таки я скажу что ваш фейл попадёт на ютуб он всё же кинул ваш фейл попадёт на ютуб сэр ваш фейл попадёт на ютуб сейчас короче блин мне просто не хватает баблишка надо улучшить надо улучшить этого надо строить не надо сэнтри надо аппарата порото ну и в принципе сэр ваш фейл попадёт на ютуб сэр 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 да сэр ваш фейл попадёт на ютуб сэр это будет страшно не фейлите фейлите не фейлите будьте аккуратными будьте ловушками не не глупите почему он не может быть нормальным игроком почему он обзывается занимайся своим делом да ты это хотел сказать с вам ржать что ты это хотел сказать на мутантов кросс кидать а что у нас оставалось на 14 кидать нам надо было прокачивать есть смысл делать ауру нет 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 никакого смысла нет никакого смысла надо больше аур поставить просто вот этих вот по идее вот этих по идее ну кстати мы можем затащить мы можем затащить за счёт чего мы можем затащить если допустим кинем ещё кракена хотя не факт надо больше баллист больше баллист разных аур я думаю ауры могут как-то помочь хермита просто вдруг хермит и этот не столкнуться блин такой фейл ладно если мы не пропустим это будет очень классно мы короля-то вообще апнули до конца или нет меня сейчас это только беспокоит эм сейчас меня беспокоит только то что мы не не мы полностью его апнули да какой аг они его с одного удара убивают ну и что чё это за аг ну и где аг твой тут нет никакого аг чувак а вот у них не кипятись парень не кипятись вот видишь все ок все ок все ок а ты это это ты это ты ладно я говорю надо играть нормально не нужно ссориться не нужно фейлить изи деф ты ты говорил что мы не пробьем что мы не пробьем ты говорил что мы не пробьем я не уверен ха у розового уже 10 кстати я то я сейчас не строю я только ему помогаю дефать давай 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 еще удар прекрасно ну конечно это еще не победа ты еще не победа с n20 я готов рассказывай и теперь нам нужен хотя бы один минотавр вот вот сюда минотавр который дает стан парень понял что есть шанс победить парень понял что есть шанс победить так тут все у нас заляжено все улучшено так тут у нас мишки с танками офигеть вот тут хорошая уже оборона защита но сначала он медведя лучше бы сюда поставил я конечно сильно критикую наверное некоторых игроков хотя сам иногда лажаю но все же но все же так у меня один что-то мой ну что ты стоишь аппаратик аппаратик не стой на месте сейчас главное чтобы наши не убежали сюда наверх то это будет очень плохо а и это надо сделать стоять э стоп окей стой вертолет ясно смотались они у меня короче решили отдохнуть если бы они вернулись то он бы еще на изи еще легче бы отдых 712 офигеть 712 я думаю мне нет смысла дальше вкачивать дерево и сейчас по идее можно просто минотавров делать делать просто минотавров либо как либо я не знаю как как вообще против черепах воевать если подумать очень тяжело против них воевать да минотавров они же все таки эти наносят ну типа стана эту кидают короче способность ну вот он стан делает а это тоже типа стана стана тремор только это не стан только это не стан типа стана только это не стан все демон демон о так кинули все что хотели а зачем они демона кинули раньше времени сладкий демон это странно конечно но спасибо за демона так по идее нам кого еще надо нам надо чисто не спам спам с шаманами плохо сочетается плохое сочетание спам и шаманы кракен нет варчиев варчиев нужен кто-то кто-то будет броню ослаблять хотя бы один о чем но тут чисто эти пускай будут атака у них конечно фиговая ничего не скажешь ну пускай хотя бы тремор они наносят сморгам тут я его ставить не буду хотя нет тоже этого давайте улучшу вот так вот сделаем ну и там давайте орка станера и все посмотрим что у нас получится куча целая куча у нас есть шанс шанс есть но мелкий шанс на победу посмотрим эх была не была ну был шанс шанс у нас был на равных победа гг мы то победили или нет или они я не понимаю кто выиграет сложно сказать пока что возможно они возможно мы мы можем продержаться дольше сейчас посмотрим кто продержится дольше либо мы либо они или мы или они розовый розовый не волнуйся или мы или они ну ё-моё это интрига века или мы или они ну ну сейчас уже не важно сейчас конец катки нет все же они все же они выиграли ох какая была потная катка это было забавно ну в принципе если бы оранжевый нормально нормально дрался и не тратил ресурсы то мы бы на 17 волне выиграли да если бы нормально вел себя 17 17 да короче вы поняли оранжевый то на 17 волне мы бы затащили а так все благодаря ему то есть он слил нам катку за счет того что он плохо дефался на миге и тратил чисто все дерево ну что ж на этом я с вами прощаюсь с вами был Леар со своей командой и парнем который плохо играет я это повторю плохо играет поскольку он плохо себя вел в этой катке всем пока и и и когда Продолжение следует...